Добрый вечер, Эрмек. Добрый вечер. Виват Франц. Бонсуар атуз. Сейчас я перепубликую, чтобы будет побольше зрителей. Это не длится долго. Сколько сейчас во Франции время? В Казахстане час ночи. Дай то четири шиша позже. Еще два и четири. Добрый вечер. Добрый вечер. Эрмек. Добрый вечер. Но наши зрители уже знают тебя, потому что только вчера была наша последняя передача. Тебе слово. Ну выборы прошли 10 января. Выборы их можно называть только в кавычках. Оппозиционные партии в Казахстане не регистрируются? Добрый вечер. У нас всего в стране 10 тысяч участков. И у нас получается явка на выборы составила в среднем 20%. В целом, у нас есть 10 тысяч участков. И у нас было 27%. Фактически по протоколам в реальности 20%. И у нас всего 12 миллионов избирателей. И пришло порядка 2 миллионов проголосовало. 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 Условно говоря, Обранные комиссии брали бюллетени за людей, которые не пришли на выборы. И бросали тайком в урну. И как будто бы они были на выборах, а они дома были. И в прошлом году, в 2019 году, мы сделали маленькую революцию. Мы организовали, я призвал через интернет, издалека, из-за рубежа, из Киева. И Казахстан меня услышал, и несколько тысяч людей вышли на выборы. Очень много моих друзей поддержало мою идею. И мы вышли контролировать эти выборы сами, снизу. Мы взяли видеокамеры, смартфоны и контролировали целый день все выборы. В прошлом году. В прошлом году. В прошлом году, это для власти. Это было неожиданно. И власти, по документам, по протоколам, протокол подсчета голосов на каждом участке, все вместе показали, что власти не выиграли выборы. Они получили только 43%. В прошлом году. В прошлом году 43%. И, получается, фактически, по закону, должен был быть второй тур. Должны были выйти первые два кандидата. Они оба набрали по 43%. И президент, и президент, и кандидат от оппозиции. Да. И, в принципе, даже можно просто вам показать табличку, если вы разрешите. Так, я вам показываю таблицу. Можно? Значит, смотрите. Наши друзья не видят. Значит, смотрите. С правой стороны, это цифры власти. А слева, это данные, которые по протоколам наблюдатели взяли на участке. С правой стороны, пожалуйста. С правой, это данные официальные, а слева, это данные наблюдателей. А слева, это данные официальные, а слева, это данные на участке. Красные цифры, это данные за оппозиционного кандидата. Вот, например, приведу вам пример. Вот, допустим, третья строчка. Алмата. Официально он получил только 8%, а слева, вот данные реальные. Он получил 42%. Получил в 4 раза больше реальности. Да. Если мы смотрим Алма-Атан, то на стороне президент, я имею в виду. А красный, это кандидат от оппозиции. Официально он получил 8%, а в реальности он получил 43%. В оппозиции он получил 8%. И, в результате, 43%. Вот, допустим, видно в середине, есть слово в Мангистаусской области. Кандидат от оппозиции получил 70%, а официально ему дают данные 32%. И, в центре, официально, кандидат от оппозиции получил 30%, и, в результате, он получил 70%. И, когда мы обращаемся к властям, покажите хоть один протокол, покажите данные хотя бы по одному району или хотя бы по одному городу, никаких данных не дают. Просто цифры из воздуха. А у нас данные... Несколько тысяч участков, несколько тысяч протоколов по всем городам, по всем районам, все есть у нас. На всех городах, республиках, районах... И, в этом году, фиаско опять власти проиграли. Значит, получается, вот смотрите, 12 миллионов избирателей. Нет, смотрите, есть 12 миллионов избирателей. Два миллиона пришло. Два миллиона пришло. Два миллиона пришло. От двух миллионов Нуратан, правящая партия, получила только 39%. Если считать вот эти 39% от 12 миллионов, то это получается 5-7%. И это при том, что оппозиция не участвовала на выборах? Да. Да. И это значит, что оппозиция не участвует в выборах. Наверное, многие французы видели фильм «Убить Билла». Фильм, помните, Квентина Тарантино? Я не знаю этот фильм. Наверное, французы знают Квентина Тарантино, режиссер американский. Ну, есть фильм «Убить Билла». Называется фильм «Убить Билла». Убить? Убить Билла. 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 Билл, Билл. А, да. «Убить Билла». Это фильм, который был сделан на карантине. И там рассказывается фактически история про наши выборы. Пример там такой. Значит, женщину положили в гроб. И этот гроб закопали в могилу. И она внутри этого пустого гроба живая. И она начинает его маленькое расстояние. И она начинает его бить, это дерево. И она начинает его бить, это дерево. И она начинает его бить, это дерево. А, настоящих выборов нет. Но даже внутри таких выборов, где нет оппозиционных кандидатов, оппозиционных партий, мы умудряемся ломать этот гроб и выходить наружу из Мачуи. Итак, у нас нет элекционной, мы находим в этот гроб. И мы начинаем мы с ехать и начинаем с выхуделем. И мы начинаем протестирую. «39% Нуратан получает даже с фальсификацией». Официально, Нуратан объявил, что он победил 71%. А в стране 10 тысяч участков, но не может показать ни один протокол с 10 тысяч участков. Да, это ерунда, ни одного подтверждения, ни одного документа. У нас много документов и вот получается Франция должна понимать, когда к ним едет президент Казахстана, за ним всего лишь 5% страны. Но когда 20% избирателей голосуют, это значит, что выборов не было. Это не выборы. Да, это не выборы. Это выборы без избирателей. Да, да. И потом, вот эти 5%, давайте мы разберем, кто проголосовал за Нуратан. Военные, солдаты, офицеры, полицейские, чиновники, врачи, учителя, и люди, которые получают зарплату из бюджета. А потом были очень много комедии. Например, значит, офицеры КГБ врываются на избирательный участок и запрещают подсчет голосов, запрещают давать протоколы наблюдателям. И обманывают наблюдатели. Мы завтра вам дадим, вы сейчас уходите, двери закрываются, нам спать пора. И идти домой, мы сами посчитаем, а завтра расскажем. И отправят всех в дом, и говорят, что мы будем делать мы-то декабрь, и мы вам скажем, что результаты должны быть. И уходим, и уходим, и уходим. Или сделали так, приходят, вызывают врачей, которые в таких скафандрах, и они начинают дезинфекцию. Нам нужно проветрить комнату, все вон, все вон, все вон. Потом закрывают дверь, говорят, через пять минут, мы придем, вас пригласим. И все, и потом они ни через пять, ни через час, ни через два часа не открывают. Или они, как для ответа, снова Игорь Михайлович, сняли на дверь, учитывая, они не разберутся. Скажи, Эрмек, конечно, все это смешно, но партии оппозиционных нет. Две их лидеры? Две их руководители? А остальные? Нас просто не регистрируют. У меня, допустим, у нас есть партия Шендек. Это переводится как «честность». И таких много в оппозиции партии, которые не регистрируют. Они все на нелегальном положении. Но, слава Богу, у нас появился интернет, у нас появился Фейсбук, Ютуб, и мы вещаем, и нам запретить Назарбаев никак не может. Он не может приказать Америке, другим странам, закрыть Ютуб, Фейсбук, Инстаграм и так далее. Естественно, у нас есть интернет, есть Ютуб, и мы, оппозиция, начинаем информировать. И Назарбаев не может предоставить в США закрыть Ютуб. Поэтому, в этом плане, мы в интернете, вот как самолеты, в воздухе, мы захватили воздушное пространство. Вот это идет война, вот мы захватили воздушное пространство. И сейчас вот такая война идет. Они никак не могут победить общественные мнения в интернете, споры, дискуссии. Везде побеждает оппозиция. Они ничего не могут сказать, никакие аргументы. А наблюдатели, это наша пехота. И пехота тоже побеждает на земле. И у них нет никаких шансов. И единственное, что получается сейчас, наша проблема, уже проблема оппозиции, в том, что 10 миллионов не пришли на выборы. Они не хотят участвовать в таких выборах. Они не хотят воевать через наблюдателей. И вот идет усталый народ и прогнившая власть. Да. И в том, что народ потихает. Да. Вот такая ситуация у нас. Да. Как это может закончиться? Потому что в Израиле все диктатуры в один день, они проваливаются. Это обязательно. Но как это может быть и когда? Это может случиться в любой момент, но, как правило, это будет, скорее всего, тогда, как это случилось в 2004 году в Украине, которая называется «Оранжевая революция», «Майдан», когда вышло миллион человек после выборов. Но для этого нужно, чтобы на выборах участвовал оппозиционная партия или оппозиционный кандидат. Да. Недавно, относительно недавно, три года назад, в Гамбии, в Африке, в 2017 году власти пошли на выборы и неожиданно оппозиционный кандидат появился из Лондона. Он работал обычным швейцаром в гостинице. Он мог вернуться, в отличие от меня, у меня же есть четыре уголовных срока, четыре года, четыре месяца, три года тюрьмы и пять лет. А у него не было никаких тюрьм. Он мог вернуться и участвовать на выборах. И он организовал армию наблюдателей, и они проконтролировали все выборы, и он вдруг неожиданно выиграл и стал президентом. Да. То есть, у меня есть отличие, что он не был кондомнат, он не мог вернуться, и он получил выборы. Это не возможно для меня, потому что у меня есть кондомнат, несколько лет в prison, и я не могу вернуться. То же самое произошло в Польше в 1989 году, когда был еще Советский Союз. Еще и все последнее, что в Польше, в Польше, в Польше, в Ленинграде, в Ленинграде, в Ленинграде, в Союзе. То же самое была создана польская армия наблюдателей. Да. И у меня была армия, которые были обсерваторами в Польше. То же самое произошло в России недавно, когда в Москве, в Хабаровске, в Иркутске, в Приморском крае, несколько регионов победили «Единую Россию» партию Путина благодаря армии наблюдателей. Да. У нас началось движение за созданием новой оппозиционной партии. Нам нужно собрать 20 тысяч подписей, чтобы зарегистрировать партию. Но КГБ, казахское КГБ, делает все возможное, чтобы пугать людей, чтобы не ставили подписи, чтобы не приехали на съезд. Снимает прямо с автобусов, с поездов, с самолетов людей снимает и приказывает остаться и не ехать на съезд. У нас делается все, чтобы не регистрировались партии. То есть, для регистрирования партии, в Казахстан, нужно собрать 25 тысяч подписчиков. Мы приглашли эту акцию для новой партии. Но КГБ, казахстан, делает все, чтобы не подписаться, чтобы не подписаться и не приехать на конгры партии. Но несколько месяцев назад мы получили хороший козырь. Хороший козырь, хороший аргумент. Месяц назад произошло событие, Нуратан, правящая партия, провела съезд онлайн. Теперь мы можем провести онлайн съезд для того, чтобы зарегистрировать партию. Мы не можем собрать деньги на оппозицию, потому что каждому бизнесмену пугает КГБ. Казахстан, КНБ называется, пугает, чтобы не платить деньги. Если слышит, что кто-то помог деньгами оппозиции, проверки приходят, потом закрывают предприятия. Поэтому было бы очень здорово, чтобы Запад вмешался. И заставлял все азиатские, африканские государства, которые нарушают права человека, нарушают честные выборы, правосудие, давали санкции против таких правительств. Он говорит, что это хорошо если Оргидан пренесет санкции против своих правительств, африканских или африканских, которые не защитят правительства, которые не защитят правительства. Извини, это было бы очень хорошо, но это не совсем не так, даже наоборот. К сожалению, я могу говорить за Францию. Наши большие круги, они видят только свой интерес. И они поддерживают только диктатуру. Я знаю, что в Африке есть франция Африка и в Азии. Да, и обычно это происходит следующим образом. Например, Назарбаев и другие диктаторы платят взятки французским политикам и президентам. Они заключают контракты. Они говорят, вот, возьмите месторождение, только помогайте нам деньгами. Ну ладно. Пример это тотал Казахстан, тотал работал Казахстан, и Франция продает у ружей вертолиот Казахстан, и там есть ярко, когда есть продаж у ружей, у ружей, у ружей, есть откат, как говорят в России. Есть еще пример, когда, например, французская Сусиэль-Женэйраль тоже была в Казахстане, и она потом призналась, что она получила контракты и бизнес в Казахстане благодаря взяткам. Да. Я хотел бы обратиться именно к французам, простым французам, к французскому народу, чтобы они давили, влияли, писали французским журналистам, чтобы они поднимали эту тему тогда, когда французские СМИ будут поднимать эту тему взяток диктаторским режимом, тогда французские политики будут сдержанными, тогда они будут вынуждены прислушиваться к французскому народу. И Людмиле, жени, здесь они волчат. Я, вот уже несколько лет, я постараюсь поднимать шум, я опубликую все эти скандалы, все эти люди здесь волчат. Вначале они очень, просто человек, он очень рад, что там строит, что район красивый, потому что там есть красивый дворец, и все коммерцианты, они готовы взять все эти деньги, пожалуйста, и они не хотят поднимать никакого шума, чтобы не пугать их. Я призываю французов организовать приезд казахской оппозиции в Париж и рассказать правду французскому народу французским журналистам, французским блогерам, пресс-конференцию в Париже, чтобы больше европейцев, больше французов знало правду о Казахстане и о диктаторском режиме. — Ну а так и я правду, но она очень веселее я, но Manатэ с ней очень весёл. Вот, здесь я, у нас яна, есть у нас парни Путин, парня Путин, и все люди с тянушают. Первым, че это здорово, оно все хорошо, это здорово так, что здесь будет употреблять путь это здорово, потому что там есть прекрасный восхищай, потому что там есть хороший парад, aí они домашних ресидан, и потом, там лезвиво и с конверсантами, которые не могут разобраться. Alors, Hermès propose de faire venir, de faire une rencontre à Paris et de faire rencontrer des opposants kazakhs avec des journalistes pour qu'on sache, pour qu'ici soit publié ce qui se passe au Kazakhstan. Je suis prêt à participer à ce sujet. Alors, ici, à Paris, j'ai rencontré un homme avec Ramazan. Tu le connais ? Ramazan en Paris. Je suis prêt à participer aux journalistes. Je suis prêt à participer à cette rencontre et je suis prêt à organiser cette rencontre. Donc, il dit que si jamais l'Occident, l'Europe, l'Europe font préciser, sur ces régimes-diktatoriaux, ils ne seront pas aussi hôtels. Je te dis, excusez-moi, les Français ne connaissent pas de Kazakhstan. C'est un événement. Ils ne connaissent pas de cette pays. Et tout le reste, c'est de la poche. C'est de la poche. Oui, oui, bien sûr. Потом деревья, земля, да. Да, и поэтому очень много бардака. И мы бы очень хотели сейчас выйти из этих тисков диктатуры, стать свободным народом, свободной страной. И потом мы бы хотели устроить соревнования с Францией. За 10 лет догнать Францию, обогнать ее, и чтобы Франция завидовала Казахстану, и хотела бы переехать в Казахстан. Я думаю, что это не будет трудно, потому что Франция сейчас не развивается. Есть упадки во всех областях. И в том числе, что касается демократии и свободы. Мы бы хотели стать примером для Франции, чтобы Франция посмотрела, как в Казахстане развивается демократия, экономика, и сказали бы, черт побери, что мы хуже казахов, что ли? А потом я знаю Казахстан, я знаю, например, Алма-Ата. Это прекрасная страна. И я думаю, что люди должны заниматься туризмом, потому что Алма-Ата, до Модиво, это великолепно. Я думаю, что Французы должны знать, что мы хотим догнать и обогнать Француза. Да. Эрнек говорит, что Казахстан выходит казахстанской Европе и депасит. Но это не очень круто. Кручево сказал догонят. Да, 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 да. Но мы хотим доказать, что мы можем самое лучшее применить в демократии, чтобы мы быстро могли показать пример. Вот когда-то ведь тоже Китай, допустим, был отсталой страной. Или Синька, или Тайвань, или Корея Южная. Поэтому часто страны обгоняют, и они служат примером. Я сегодня хотел бы, чтобы Казахстан стал примером для Франции, для других европейских стран. Вот как надо развиваться. Сегодня я услышал одного философа, украинского, рассказать. Передовая страна, это не страна, которая побеждает, а страна, которая тащит остальных за собой к победе. И поэтому я вот сейчас нахожусь за рубежом, вдалеке от своих детей, после 15 тюрем и колоний. И я думаю, что я бы хотел, чтобы моя жизнь была прожита не зря. Я бы хотел, чтобы мои жертвы были не зря, чтобы моя страна все-таки вырвалась на свободу и стала счастливой страной. Я только этого желаю. Я скажу, что эти слова, они великолепные. Они доказывают твою честь, твоё стремление к высшим благородным целям. И я думаю, что это хорошие слова, чтобы завершить нашу передачу. Рахмет, виват, Франция, виват, Казахстан. Аберту. И век. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok